доброго времени суток друзья решил сегодня зайти и просто поиграть поиграть свое удовольствие это не какой-то обзор это не какие-то новые проекты это старенький проект и зашел я поиграть просто чисто для себя надоело если честно делать обзоры хочется просто зайти и спокойненько поиграть ну и заодно пока играю по размыслить на какие-то интересные темы по крайней мере интересный тем для меня ну а зашел я поиграть на проект evolution зашел потому что здесь играл мой друг и пока в общем я заходил мой друг куда-то слился и нету его в общем-то в стиме но и ладно зашел так зашел правда пришлось скачать по новой этот мод из-за того что я очень много путешествую по серверам по островам у меня скопилось огромное количество этих модов и диск переполнился поэтому этот недавно делал чистку и очень много модов по удалял осталось там буквально два моды всего лишь на которую я еще не заходил и собираюсь зайти на этом же проекте я заходил делал обзор как-то я снимал тут свадьбу и пару раз приходил вот к этому же другу мы с ним тут общались и в общем то все поэтому здесь у меня нету практически ничего ну вот зато есть у меня вот этот вот гаражик который я купил совершенно случайно показывая его на обзоре и показывая что вот на этом проекте можно покупать вот такие вот огромные гаражи и чисто случайно нажал и купил в общем то он на этом месте он совсем бесполезен потому что в 10 метрах отсюда стоит обычный общественный гараж поэтому такая вот у меня покупочка ну и вот это вот первая моя машинка которая осталась у меня еще с первого обзора который я делал на этот проект поэтому на ней мы пока и покатаемся вообще хочу съездить и купить какой-нибудь грузовичок мне ромка вот этот друг который здесь играет дал денежков правда он мне сказал купить какую-нибудь хорошую машину но я хочу посмотреть зил я уже неоднократно говорил что я люблю отечественный транспорт в этих играх мне нравится посмотреть как сделали насколько похожи они с реальными моделями в общем то просто потому что я в реальности очень много сталкивался с автомобильным транспортом с грузовым водил очень много машин в жизни поэтому мне интересен вот наш отечественный транспорт с которым я сталкивался в жизни в моей жизни были грузовики иномарки но это было не очень много в общем то их можно перечислить перечислить на пальцах одной руки поэтому поедем мы купим что-нибудь из отечественного транспорта я точно помню что здесь были зилы как раз на последнем моем обзоре я смотрела зилы и посмотрим какие зилы здесь вот у меня и точечка кстати сбилась полностью но как видим здесь есть настройки кстати это прикольная тема вот я на одном из проектов говорил что человек зачем-то убрал метку то есть метку ставишь она горит там 10 секунд и гаснет здесь нет здесь есть метка ты можешь выбрать и сам рисунок как видите метки еще и цвет можно выбрать и над меткой горит километраж что мне очень нравится всегда в играх я не знаю зачем их убирают эти метки в угоду чего их убирают их хреном знать но здесь она есть видите вот я вижу куда мне ехать она у глаза не бросается и еще и километраж на ней написан мне кажется прикольная тема не знаю зачем убирают метки с проектов кому они мешают такая странная тема на самом деле вот так кстати одно из того что вот когда играешь интересные мысли приходят зачем люди такое делают да зачем убирать метки там ты мне как-то просто раз один сказали что типа это в угоду реализма ты же в жизни не видишься у тебя перед глазами не горит никакая метка ты карту не открываешь и там же не горит твоя твой значок ну так мы и над машиной не летаем от третьего лица извините меня тогда давайте уберем и вид от третьего лица потому что в жизни такого не бывает ну если уж действовать в угоду реализму то тогда давайте уж по полной убирать все механики менять ну поэтому я считаю что это глупо вот убирать эти метки тем более вот я вот эту карту например абсолютно не знаю и эта метка мне просто ну серьезно жизненно необходимо я без нее тут никуда не приеду вообще или придется как на многих проектах я делаю я рисую на карте себе но здесь эта штука не прокатит вот именно на этом проекте потому что здесь нету встроенного gps вот этого стандартного который у нас на всех играх есть там загорается на твердый знак кнопками вот тут это не прокатит потому что здесь отдельный gps и тут как бы без метки вообще будет трендец полный кстати вот смотрите как здесь все сделано заправочка интересно тоже вот в одном из своих последних обзоров я показывал что там у человека стоит старая старая такая еще я помню со времен парадайса такая вот эта табличка заправки машины так это так и ну мы стальгически что ли к нему относишься вроде как ну и хрен то с ней а вроде как ну вот можно же делать и вот так красиво кстати здесь видите тут взаимодействие происходит не с колонка с продавцом надо продавцу идти ну а вот сейчас я пытаюсь поставить тот самый навигатор который здесь заменил стандартный gps стандартного gps здесь нету поэтому надо ездить по навигатору ну надо сказать что к этому навигатору достаточно быстро привыкаешь и вот этот играл наверное часа два может быть и как-то уже освоился с ним уже как-то так попривычнее стало хотя поначалу я помню когда делал обзор мне не особо эта тема зашла но потихоньку потихоньку привыкаешь просто когда привык уже к одному какому-то навигатор сам уже там рисуешь сам что выправляешь потом тяжело переходить на какую-то другую уже такую тему даже несмотря на навигатор я все равно умудрился заблудиться свернул не туда я помню что магазинчик здесь вот за этим заборчиком стоящим тогда вход здесь проделаем себе вот здесь будет теперь вход в магазинчик магазинчик такой простенький он и на новости было такого же примерно вида тоже мне понравилось когда я пришел первый раз на новость там стоял в виде вот магазина телевизор это было но ты сейчас не везде стоит и даже не за кроме вот этого проекта где-нибудь еще ставится в качестве магазина телевизор он здесь так сделано это было сделано и на новости и сюда перекочевал это прикольно сделано если бы еще знаете какой-нибудь офис был бы было бы еще лучше наверное ну а так под открытым небом о и мне сразу же в глаза бросается что добавили машинку уазика по-моему не было я могу ошибаться мы по-моему уазика не было теперь есть уазик есть покраски по покраскам тоже сейчас я не пересматриваю действительно просто зашел поиграть на себя и все я не пересматривала ничего поэтому не знаю по моему покраски не помню слушать вот что-то не помню нет я помню дозил я перекрашивал точно вот мне вот этот зилок нравится но здесь еще есть одна модель зила не знаю чего выбрать сейчас подумаем мне вот эти вот сто тридцатые нравятся и сто тридцать первым в реальности я не ездил на сто тридцатом не удалось погонять ух ты блин еще и буря сейчас будет вот прикольно вовремя но я как всегда захожу вовремя но я сейчас перезайду тогда что делов теперь тут кстати бури шестичасовые вот тоже такое можно об этом немножко поразмыслить подумать хорошо нет это когда шесть часов буря не знаю раньше на старом проекте когда он был новусом у них были четырехчасовые и в общем-то мне вполне хватало не знаю в угоду чего вот сделано что шесть часов сделали тоже не знаю посмотрите есть машина такое приличное количество машинок ну как и не помню я вот вот тебе 10 не помню был ли уазе по моему что-то добавили они что-то здесь какое-то разнообразие появилось не помню не пересматривал не знаю не помню машинок много машинок много ромка когда давал мне денег сказал я тебе дам денег на и веку но по-моему он обсчитался и века стоит дороже гораздо чем не дал денег поэтому мне все равно придется купить зила тем более что хочу посмотреть как он сделал 131 зил так что ромка не обижайся твои деньги потрачу все таки на зил тем более что на и веку мне все равно не хватает не знаю сколько ты думал что она стоит а то есть гораздо дороже хотелось бы еще и уазик посмотреть у вас это я знаю но они вот как-то качуют из одного проекта в другой с одним и тем же багом а там баг следующий когда садится пассажир пассажир проваливается в моторное отделение и он не прорисовывается и это этому багу уже я не знаю сколько лет тут интересно здесь тоже такой же уазик бага на или нет ну сейчас наверное в этом видео то точно не посмотрим вот 131 зил этот мне интересует как видите они здесь у разных модификациях есть камазики камазики ну вот камазик уже такой приевшийся да не знаю здесь камаз стандартный или это какая-то нововведенная модель на стандарт то он не похож до кого-то вот новая какая-то моделька камаза не знаю массу этот у меня был еще на новости я уже говорил еще по-моему в обзоре говорил не зашел метод маски то мне не понравилось чем в чем уже честно говоря я не помню помню что когда ввели их на новости от эти мазы он мне не понравился тем более что у маза кстати стекло без разделителя здесь почему-то масс с разделителем я даже не знаю вообще в природе был такой масс с разделителем лобового стекла или нет камаза то да камаза то понятно разделитель был ну давайте-ка наверное выберем дела сейчас какую-нибудь покрасочку ему интересненькую придумаем тут я помню была такая ретро покраска на половину желтый там на половину зеленый что такое вот такой сейчас выберем покрасим вот этот я имел ввиду вот такой вот да только кунг мне этот не нравится кунг здесь был другой еще помню вот такой вот кунг мне нравится и вот та покраска вот такой мы и выберем но вот тут опять то та же самая беда вот знаете если кто смотрел там мои видео я всегда благодарю автора который ставит рядом с магазином банкомат вот этот проект в общем-то достаточно продуманный такой здесь есть много интересных фишек но вот этого здесь нет вот видите мне нужно деньги мне не хватает и мне надо сейчас идти искать банкомат вот почему я все время говорю спасибо автору за то что поставил банкомат здесь вы тоже не мешало поставить банкоматы во всех ключевых местах да вот он в принципе недалеко но мне надо за ним сейчас бежать и как мне тут как-то написали в комментариях типа но ты же не своими ногами берешь да конечно не своими но вот то я выделился с два часа для игры да ну вот я вот такие мелочи сейчас потрачу половину из этого времени вот почему я все время говорю спасибо автору что поставил банкомат так вот оно и получается что три минуты здесь потратил на какую-то беготню там пять минут там потратил и легко в том вот обзоре который вызвал много негатива пока ты все заборы бежишь блин пока ты между ними маневрируешь время-то уходит и в результате не остается времени сейчас карантин так и сиди всех высадили выделил время ну чисто действительно выделил время для себя поиграть не обзоры делать ничего просто хочу зайти поиграть тем более что с этим проектом меня много чего связывает а связывает меня именно вот тот самый начальный новос чего-то в общем-то и началась моя история связанным с этим проектом когда-то был такой но не был вернее то я говорю что-то было он сейчас есть такой обзорщик игр римас знаете его все наверное вот я смотрел его видео и благодаря ему я зашел на такой проект как под названием парадайз боже какого же я хапнул там горе это было ну я бы наверно если бы я не посмотрел следующем видео видео блэкстоуна я бы наверное вообще больше в арму не зашел я столько хапнул горя до этом сраном парадайзе я даже слова теперь это ненавижу вот но потом как-то я посмотрел видео блэкстоуна а он играл как раз на новосе но я решил зайти на новос и поиграть и так прикипел к этому проекту и провел на нем наверное полгода чтобы в общем я играл там до самого закрытия пока новос закрылся и переехал на карту малден малден мне вообще не понравился никак поэтому у меня был перерыв с этим проектом я не появлялся и вот сейчас открылись они по новой уже под названием эволюшн но в общем то это все тот же самый новос с теми же фишками интересными с интересными решениями а вот наш зелок который я купил и выглядит он кстати говоря ничего выглядит симпатично и вот если я на прошлом своем обзоре говорил что 131 но какой-то странный тому как будто высокий колесики маленькие нет вот тут все пропорционально и даже смотрит текстурки такие ржавчинка есть нет вот этот цель 131 красивый он красивый покрасочка прикольная интересная а вот на прошлом обзоре но мне не понравился что-то 131 какой-то вот он странный там и бак блестящий бак бак смысле бензобак там был блестящий а бак смысле ошибка компьютерная прозрачность стекол было криво прописано поэтому мне вот эта машинка прикольная не нравится а вот внутри то какая-то какашечка о какие текстурки размазаны жесть вообще жесть размазня прям какая-то хочется очень не знаю вообще не нравится вообще просто не нравится некрасиво но кстати некрасиво но лучше чем опять если сравнить 131 на моем последнем обзоре там вообще вместо приборки на фотография приборки было но там хоть текстурки почетче здесь вообще какая-то размазня но плюс вот этому зелу то что у него оригинальный звук это действительно звук бензинного двигателя зила помните может быть алды которые может быть застали автобусы такие лиазы на их еще в народе называли луноходы скотовозы они такие когда ехал такой звон был бутылочатый как будто где-то бутылки звенят это вот как раз издавал вот этот зиловский двигатель который ставился на лиазы вот этот двигатель бензиновый именно звук я четко чувствует и тот самый звук это прикольно со звуком в этой машине вообще все хорошо а вот с текстурками ну как видите приборки не работает ни хрена стеклышко тоже перестарался автор вот этой модели автор модели перестарался с грязнотой с грязью вернее на стекле так себе тоже хотя пойдет в принципе машинка же недорогая в принципе недорогая но опять вот если обращаться назад в прошлое когда-то на новусе были прикольные зилы там и звук был прикольный и он внутри был прикольный с этими зилами там вообще у меня отдельная история вот с этим ромкой которому я сейчас пришел а он как раз таки в этот момент и вышел и больше что-то не появляется его и в этом самом в стиме в контакте нигде его читает наверно со смены пришел поиграл и пошел спать ну в общем мы с этим ромкой встретились как раз вот он ехал на этом зиле а я новичок не знающий что делать он с яблоками в карманах куда-то бежал вот мы с ним встретились он когда брось свои яблоки поехали тебе покажу и вот мы с ним поехали и обалдел от этого звука зила и он выглядел так прикольно нравились мне эти зилы на новусе но потом их оттуда убрали с мотивацией того что типа вот они очень много фпс сожрали то идет борьба за фпс поэтому эти машины потом с новуса убрали жалко было жалко потому что очень мне эти зилы нравились вот этот кстати ну рядом не стоял с тем только звук вот у этого зила только только звук его приятный еще одна какая-то не знаю характерная черта вот это вот именно зила или принципе или это так сделано на этом проекте я не знаю но вот он то едет то не едет непонятно вообще то ли это от дороги зависит вот сейчас мы остановимся как раз посмотреть правильному ли или правильно ли я еду и самое на точку на эту которую я еду бит опор же нужен а я забыл вообще что он у меня есть да он у меня есть точно и даже взмахи есть вот кстати на новусе никаких взмахов не было ты покупаешь инструменты он у тебя в общем то пока ты его не просрешь будет здесь какие-то взмахи ввели не знаю нафига это надо ну вот заметьте да вот как бы я сейчас остановился взял топор и поехал да и все это вот вся скорость вот так вот мы едем а бывает еще и тише вот я даже и не знаю это что это характерность вот этого автомобиля именно или это что-то с дорогой или мы сейчас в гору едем я не понимаю что происходит но бывает он как-то раз ни с того ни сего как помчит помчит блин и даже там ну 115 на нем выжимал но вот на этом узеле потом может быть и не знаю там покажу ну а пока вот так и это очень часто встречается не знаю что это такое это наверное какие-то характеристики вот это ему автомобиль прописали мы я заходил с ромкой мы там ездили он фармил что-то я просто с ним рядом сидел ездил у него машина нормально носится а вот это вот что такое я даже не знаю вот видите я остановился опять попытаюсь думать что-то баганулась да нету не знаю чего тут такой вот так вот в общем ну так и прикольно не прикольно вообще ехать пипец и расстояние это небольшое а ехать придется мне не знаю все два часа свои здесь потрачу на эту дорогу но но еще раз скажу что сейчас вот он так вот едет а что-то произойдет я не знаю что горка какая-то или может какая-то палка попадает под колеса и он как помчит блин ни с того ни с сего вот говорил мне ромка не покупай зела а я не послушал да ромка ты был прав вот видите ну это скорее всего наверное это горка здесь да вот мы помчались и вот пожалуйста уже скорость приличная но стоит только сбросить скорость то он опять начнет разгоняться как и не знаю кто странная машина очень странная да да ромка ты был прав не надо было покупать зил во первых он некрасиво во вторых непонятно как он управляется ой ой ну вот здесь можно срезать вот еще эта карта интересно тем что здесь не всегда удастся срезать блин я даже помню ситуацию мы попробовали проехать через лес у нас это не получилось машина застряла в общем я там весь изранился поранился и даже доктора которого мы вызвали к нам прилетел на вертолете но оставил вертолет где-то в ближайшем поселке и потом через этот бурелом к нам прибирался пешком потому что действительно здесь есть места где даже пройти сложно не то что проехать поэтому когда пытаешься на этой карте срезать какой-то уголочек то это может быть чревато последствиями а вот кстати прикольная тема вот этого проекта ведь как можно здесь загружаться выбираем древесину выбираем машину и все нажимаем и все отдыхаем я вообще могу сейчас уйти машина будет загружаться я серьезно вообще куда-нибудь убежать черт знает куда потом прибежать машина будет сама загружаться вот только не нравится мне анимация как он держит топор конечно так себе так себе я помню на обзоре я говорил про это что анимация ударов здесь какая-то странная но она по-моему до сих пор такая осталась него не особо красивая ну вот так вот здесь кстати фарм происходит видите а вот если бы на вот это место где сейчас стоит табличка да не табличку это поставить а какой-нибудь эскаватор или там трактор какой-нибудь да и рядом поставить бота одетого там в комбинезо ну типа такой прораб знаете было бы наверное все таки антураж да и взаимодействие было бы не с таблички вот с этой вот белой с этим прорабом импровизированным конечно же прорабом мне кажется было бы поприкольнее то тем более что здесь всякой техники оранжевый такой разброс там по карте в море переставить ее просто сюда ну и бота какого назначить по типу вот как на заправках стоит же здесь боты такого же ну а так то вот в целом если говорить да то вот карта то но она еще не заезженная и она хороша тем что над ней в принципе и работать то не надо в отличие от той же карты altis да в которой я говорю там что вот есть стоковые места они очень скучные но они реально скучные ты приезжаешь да ну арма же не была задумана как симулятор фермеров поэтому там скучные места и туда надо что-то ставить как разнообразие какой-то наводить а здесь она уже все есть видите лежит какой-то навес дерево да уже в принципе антураж есть уже ничего не надо делать атмосферность сама присутствует на этой карте это прикольно а ну а если ее еще дополнить туда поставить до эскаватору так вот его вместо таблички но вообще будет замечательно красотища ну в общем вот ну если уж там дорогие вот эти таблички то хотя бы на табличке можно что-нибудь написать а там лесопилка или еще чё им там ну как уж как-нибудь сознательство можно принципе но только какая-то белая таблица стоит не особо антуражно конечно но все равно все равно это лучше чем на altis и вот ну красивее точно к себе а представьте если бы здесь стоял эскаватор да еще и анимированный но это было бы вообще на на сказка я понимаю что это сделать невозможно но все равно вот все машину заполнилось можно ехать вот так вот видите вот на этом проект так сделано что ну в общем ты вот игрок я игрок я сейчас отдыхал да я там размышлял что-то да машина в это время наполнялась как бы процесс фарма ты никто не отменял он есть присутствует но только он не обязывает меня игрока чем-то тут заниматься кликать какие-то там кнопки или в собирать какие-то мешки просто заехал на триггер на точку вернее поставил машину под автозагрузку и все и кстати смотрите вот теперь он несется гад блин как сумасшедший а то прется как скотина блин странно вот я не знаю серьезно что это с машиной что-то сделали ну и забыли какое-то ускорение прописать что ли или это ну характеристики этих дорог такие вот я честно говоря не знаю просто и если бы это было на altis я бы еще понял а вот это но то особо не знаю поэтому бог знает что это такое но мне кажется это что-то с машины потому что я с ромкой ездил все было нормально а у него машина носилась носилась а у этого видите вот вот и все и все и скорость кончилась нафиг все и теперь будем плестись не знаю вот серьезно что это такое и она еще падает и падает скорость а тут у меня минималка падала до 10 километров в час вообще если относиться к altis сюда то там на моем пробном стриме мы с парнем на камазе ехали да там камаз по алтийской карте едет по внедорожкам да ну то есть второстепенным дорогам он едет медленно а по трассе он выжимает свою максималку ну вот я выехал на трассу и никакой максималки здесь нету видите вот у него что-то с разгоном у этого взяла дорога асфальт все нормально но он не разгоняется вот никак я не придуриваешь там ничего там не отжимаю кнопки никакие ну просто почему-то не едет странную странная машина серьезно не знали в чем причина очень мне так расстроился что я купил этого сила это ромка гад наговорил мне не покупая дела не покупай вот я и не покупил его ну да сделал конечно меня разочаровал но и жесть пришлось вырезать эту часть когда я добирался до переработки древесины ну вот я уже добрался до туда но я очень долго ехал серьезно пипец как долго и вот кстати смотрите вот здесь видите стоят такие вот трактора вот взять такой трактор ну или эскаватор в частности это несколько таких бревнышек и перенести его туда на точку добычи где я показывал где табличка стоит а рядышком ботика воткнуть было бы вообще прикольно кстати вообще вот можно было бы эти таблички белые заменить на ботов наверное было бы да вот если этого бота еще поставить туда вот в буточку вообще наверно было бы шикардосно а так в принципе и и так-то это место красивое там вот видите навес там дерево складированное лежит ну и вдали его тоже какие-то склады тоже дерево ну как я уже говорил карта-то но она и с ней даже делать ничего не надо здесь все есть здесь все под любую точку можно найти место будь то добычи там кого-то камни или алмазов здесь все есть тут дело даже ничего не надо просто на карте отмечай принципе ты или все можно в принципе для разнообразия менять еще и там то там поставить то тут поставить это карта лучше чем у алтис конечно же можно алтиси приходится все-таки делать что-то как-то как-то антураж наводить там атмосферу какие-то объекты ставить чтобы не было совсем-то скучно что я вот например не могу уже играть на картах на стоковых где уж ну приезжаешь как-то я показывал да там на последнем обзоре точка добычи меди она вообще пустая вот просто поляна ну а провести тебе там надо будет там скажем минут десять да вот на этой точке как бы и ну скучно так у стоишь там пока колошматишь что-то рассматриваешь там вот человек добавил там какую-то там не знаю там бочку поставил стоишь смотришь там ржавчину рассматриваешь лишним а так вообще ну просто скучно стоишь и делать даже нечего ну а здесь уже видите все есть вот я бы на месте вот сюда вот куда-нибудь к окошку поставил бы бота да если можно было с ним через окошко взаимодействовать но прикольнее было бы да опа я что-то прокачал еще к тому же он досочки лежат сложенные штабельками не ну красиво красиво это говорить нечего конечно на этой карте как-то вот глаза радуются так скажем приезжаешь и действительно есть какой-то антураж атмосферы приятно находиться на этой карте не знаю она лучше гораздо лучше altis 1 и altis тоже на самом деле нельзя списывать со счетов если брать например ту же gta куда в которой онлайн агромедно а там всего одна карта и никаких вариаций там нету все вот этот как он лос-сантос там называется как горт и не знаю и все в общем то там больше вообще ничего нету из проектов проект одна и та же карта перекочевывает там с минимальными какими-то изменениями это в основном никаких изменений на этих картах нету я там бывал там на даунтауне по моему в гташке я показывал на строительной площадке поставили офис в общем то вот и все а так там ну там огромное количество выбора куда можно поставить такую точку куда можно поставить такую там там же заводы лесопилки то все есть как красивая большая но она там одна а у той самой как его армы есть все таки какое-то разнообразие по картам это же и altis и malden и вот она еще живая так думаю что можно в принципе заморочиться и сделать наверное на новые ливоне да по моему вышла вот это я правда не знаю ливония вообще вышла то не к армия визе или каком с недалону я далек от этой самой темы вот не играл с активной зине стандалон ни разу и даже нет у меня этой игры поэтому хрен его знает все хочу попробовать как им зайти но у меня вот эта тема с зомбаками что-то вот как-то до меня не притягивает ни одна игра зомбаками меня почему-то вообще никак не привлекает ну вот до свидания скорость опять и вот так вот мы теперь будем тащиться ну вот странный действительно странный автомобиль блин я не знаю я введю автомобиль потому что как видите он и по асфальту них хрена не едет и по второстепенным дорогам тоже особо не едет хрен его знает что это такое ну опять пришлось вырезать весь этот кусок который я ехал могут я с такой скоростью практически постоянно ехал не он иногда разгоняется то ли с горы то ли что-то тому как говорится шли я под хвост попала и он раз еще как метет блин под 110 под 115 блин а потом вот опять такая и я не вижу чтобы особо карта было кстати может быть есть какой-то подъемный визуально он не наблюдается ну ладно мы уже что приехали тут уже все вот точка продажи уже здесь и опять видите как здорово все сделано да и делать уже ничего не надо как я и сказал тут все есть все здесь есть на этой карте по условиям игры ведь здесь же не было боевых действий поэтому здесь и нету ни разрухи никакой тут все такая мирная мирная жизнь блин надо убрать этот топор он у меня достал уже если честно вот это тоже хрень когда выходишь из-за машины он все время вылезает это арманское наследие блин достает иногда ладно когда будем тогда продавать что-то удалось мне под нафармить это я близко машину поставил эти неудобно устал кстати таблички на этом проекте меня очень радует я много раз уже показывал там в многих проектах не продумывает вот это вот а это на самом деле достаточно важный аспект потому что ну во первых не у всех есть возможность играть там на большом мониторе да у меня даже был случай такой не буду называть проект мы там встретились с человеком разговорились он такой сама слушай а вот видишь такую табличку да а чё там написано как чё-то у тебя за зрением что ребятам да нет я играю на ноутбуке и ноутбук маленький мне говорит вообще практически ну не прочитать но я не вижу поэтому но это действительно достаточно важно когда таблички хорошо читаемые крупные если заметили те кто смотрит мои видео привет вам кстати всем вот я всегда увеличиваю табличку даже если она у меня хорошо читается то я же не знаю с кого может вы с телефона смотрите моё видео и вы можете не рассмотреть то что я показываю поэтому я всегда стараюсь увеличить если не забываю конечно но я тоже лопух еще тот могу и забыть и продинамить внимательности и я это вообще два разных понятия не дружим друг с другом поэтому это же бывает могу и продинамить но стараюсь в общем-то всегда увеличивать какие-то таблички чтобы вам было видно и и всегда не требуя не имею права требовать но всегда указываю но если я делаю обзор к вот я указываю что табличка маловато надо же понимать что не у всех есть возможность смотреть видео или играть но там с большого монитора я вот помню играл с телевизора и когда с телевизора пересел обратно на монитор ну это день и ночь конечно день и ночь и вот кстати так за размышлениями то за всякими уже какую-то я денежку то на фармил получилось зил как вы но это не автобус который у меня был до этого на этом проекте кстати тоже автобус то мне там я показывал видел-то не помню уже мне ромка его подарила мы даже не подарил мы с ним поменялись но можно сказать что подарил потому что я ему фуфло втер а он мне нормальный автобус дал но автобуса мало слотов поэтому на нем то особо не пофармишь да я захожу на этот проект раз в полгода поэтому вот я вообще думаю может быть сейчас ромка здесь думаю зайдем уж поговорим с ним стрим сделаем а ромка слился поэтому я думаю тогда просто так поиграю запись включил и болтаю болтаю в общем то еще есть у меня идейка съездить сейчас здесь есть OLX но это аналог российского авито сайт продаж я показывал своем видео по этому острову я сейчас пока ездил ездил что-то мне пришла в голову идея слить нафиг этот зил к тому же именно зил я там и смотрел на этом OLX и вот я хочу наверное все-таки слить его потому что ну во первых ромка был прав не надо было его покупать во вторых что-то он мне не нравится ну вот некрасивая машина действительно не лежит душа мне к этому зилу ну не лежит кстати вот видите вот сейчас он разогнался скотина а сюда ехал блин 10 километров в час ну странная машина и мне не нравится он визуально то есть снаружи он красивый детализированный а внутри а так как я человек который в принципе ездит все время от первого лица но я не очень допонимаю в армии почему-то третьего лица мне не нравится хотя вот у меня в gta-шке мне нравится ездить от третьего лица но я все равно там езжу от первого но там управление дурацкое здесь управление хорошее я люблю есть от первого лица это действительно как-то более реалистично мне это больше нравится вот ну так как мне приходится сидеть в этой кабине она хреновая но откровенно смотрите она хреновая блин тут и наверное мне кажется вряд ли кто-то со мной не согласится но она вся размазанная некрасивая я понимаю что может быть вот эта вот модель дела как раз таки несколько фпс и не жрет может быть в угоду у фпс и вы добавили сюда но нельзя же не заметить что она отвратительно внутри отвратить и не хочу ее ругать я люблю отечественные транспорты но снаружи он красивый тут и слов нету а внутри какашка поэтому вот я хочу его слить а чего это у нас продавец вышел воздухом подышать что молодец какой а кто работать будет коронавирус блин сидеть в помещениях надо он выперся сюда еще и без маски ну ладно заправляем его не буду полностью заправлять все равно сейчас я его на продажу выставлю поэтому вот заправим чуть-чуть и будем искать где-то ближайший OLX вот только сначала надо бы денежки то наши спрятать на сервере сейчас немного людей но все равно ну и нафиг спокойнее будет ближайший банкомат здесь недалеко вон не меточки поставил этому сейчас мы денежку мою спрячем а потом уже будем продавать и тут и тут страшную машину не люблю его больше все денежку положу все таки удалось немножко под нафармить я хотел ну идея это была с ромкой поехать думал поедем с ромкой я наверно стрим рублю я его там поднастроил немножко там не ребята говорили что типа мы тебе писали а ты не отвечаешь он гад такой таракан блин а я на самом деле сам не понимаю в чем дело было вроде бы все как всегда а но не не шел чат вот там я же первый свой который делал там еще в доту я играл и ну я отвечал в чате был чат а вот этот последний пробный я не знаю что и там накрутил такого блин ну короче не не было чата я потом уже когда стрим пересматривал смотрю люди то пишут думаю ну что зазвиздился что ли да нет ребят просто действительно я ну по своей дурости что-то там нахреначил блин хрен его знает и ну не было у меня чата вообще хотя в доте у меня прямо посреди экрана появлялся как вы пишете бамс там выскочила бамс выскочила я одну как только там есть возможность я сразу отвечаю а тут не было вообще чего я сделал хрен его знает вот я позавчера по моему тут сидел чтобы настраивал настраивал надо вот еще раз запустить какой-нибудь стримчик посмотреть будет сообщение или нет а то опять скажешь что говноед тут зазвездился через свой повысил и тем не менее то слушайте а вот где ойл x то я помню ромка мне показывал я я же даже видео делал но не могу найти этого лкс а куда они его запихали это чё в чем проблема причем здесь видите эту менюшка она вообще обалденно она и на новости было охрененно чем на новости мне даже больше нравилось чем вот сейчас здесь здесь сейчас как бы по группам распределено она новости было вот так например там ты заезжаешь на точку до выбираешь . там например алмаза и под . алмазов сразу стоит . переработки и под . переработки сразу стоит . продажи и тыкаешь так, тык-тык-тык по очереди, и тебе карта носом тыкает прямо, куда тебе надо. А здесь, видите, переработку, продажу и сборы, все в отдельной категории. То есть, надо сначала открыть категорию, где ресурсы, потом ее закрыть, открыть категорию, где переработка. В общем, вот так. Та система мне больше нравилась. Но все равно, это меню, оно обалденное. Но, тем не менее, я OLX не могу найти. Блин, куда вы его запихали-то, блин? Где он? Я слепой, что ли? Я не понимаю, куда. Где-то мы около вот этой вот выделенной зоны ездили, и Ромка мне показывал. Это сдуру. Может, вот на этом острове, я не знаю. Мы недалеко куда-то от этой территории, которая как бы считается неподконтрольной. Мы там ездили-ездили. Я еще показывал, что там аэродропы есть. Я как раз аэродроп упал, там радиация началась, и мы потом поехали-поехали, и раз, он мне говорит, вот смотри, OLX. А вот я его найти не могу, блин. Ведь что-то них хрена не понимаю. Куда OLX дели? Не знаю. Не знаю, куда дели OLX. Не, ну он был, был. Я точно помню, было, и видео у меня было про это. Мне еще понравилось, там, ну вот я когда Зил выбирал, там хотел Зил купить, он такой под водой стоит. Прикольно, так лучи пронизывают воду, и такой он там стоит на кораллах Зил. Здорово сделано. Я еще говорю, если это даже и баг, то, ну, оставьте, потому что прикольный выглядит. Ну, был, этот сайт был. И еще мне Ромка говорил, что через этот сайт можно продавать недвижимость. Я еще говорил, что вот, как бы, а я не вижу недвижимости никакой. В общем, OLX был, и это было прикольно. Но вот, то ли я слепой, то ли его выпилили. Слушайте, я не могу найти OLX. И, видите, его нигде. Ну, ладно, может быть, его на карте нету, но в таблице-то он должен же быть. Нигде не могу найти. Его нигде нету. Серьезно, вот, нету. OLX три буквы должно быть. Цветные все, я помню. Нету. Нету, нету. И еще раз нету. Я что-то начинаю подозревать, что его удалили с проекта. Я не могу объяснить, зачем это сделано, потому что на том же новосе он работал просто зашибись. Но сейчас, либо, как говорится, я пизданутый, либо лыжи не едут. Но я не вижу его. Ни на таблице, ни на карте. Блин, и Ромки нету. Вот спросить-то, куда делся OLX? А, может, через планшет надо? Я, наверное, туплю, наверное, через планшет надо искать. Планшетка, кстати, тоже прикольная. Но я, кстати, и здесь не вижу ничего подобного. Если только его куда-нибудь запрятали, вот, типа, в какое-нибудь меню там запихали, и, может быть, сразу же онлайн можно? Ну, вот, не знаю. Я же не понимаю, куда нажимать-то, где искать его. В настройках вряд ли будет. Не знаю, вот. Это что-то вообще не работает. Наверное, у меня такого нет дополнения. Блин. Я не понимаю. Так, ну, это я болею, видимо, чем-то. Ну, коронавирус уже. Так что понятно, что я без маски езжу. Здесь он весь красный стал. Не, не знаю, серьезно. Не понимаю, куда его дели. Блин, и вот как специальные Ромы нету. Спросить, что такое? Как я опять туплю? Почему я туплю? Не знаю. Ну, в общем, мне не найти этого OLX. Придется мне на эту гадость смотреть. Смотреть-то на него можно не только снаружи. Не, снаружи действительно красивая машина. И покраска мне это очень нравится. Ну, и ладно, бог с ним. Значит, останется он у меня теперь, навсегда. В автошколу вот мы приехали. Я вырезал опять вот эту длительную поездку, потому что, ну, пипец просто он перся до сюда. Вот. И раньше, я когда сдавал здесь еще первые разы, автошкола находилась где-то вот там в домах. Вот, я не помню, где-то вот туда, да. Вот, где-то там. И это выглядело гораздо симпатичнее. Не знаю, зачем вот в эту веранду вынесли. Как-то, ну, потерялся антураж, на самом деле. Там еще за автошколой белье сушится. Как-то совсем уж не очень красиво это смотрится. И вот опять та самая проблема. Видите, вот, чтобы сдать экзамен, надо 4000. Ну, что-то им не поставить там в банкомат-то. Ну, вот, опять, ну, недалеко, да. Ну, недалеко бежать. Согласен, я, ну, недалеко. Я своими ногами-то не бегу. Но время-то все равно теряется. Я сюда ехал минут, наверное, 15, блин. Еще тут бегать сейчас. Ну, мне кажется, вот в таких ключевых местах, где требуются деньги постоянно, там, магазины, автосалоны, автошкола. Или, там, может быть, медицинский центр. Ну, медицинские центры, кстати, обычно стоят. И у полицейских, и у медицинских центров обычно всегда стоят. Ну, вот здесь бы вот возле автошколы тоже не мешало бы его поставить. Ну, просто, чтобы не бегать. Время, время драгоценное экономится. Ладно, видите, снял я денежку. Сейчас попробуем сдать на вертолет. Надеюсь, что сдачу на вертолет поправили, потому что, когда я здесь пытался сдать на вертолет, не знаю, кому пришла в голову идея сделать вот такую вот сдачу. На Новосе было все гораздо проще. Взлетел, там, по точкам пролетел, все замечательно. Здесь же сделали какую-то хрень непонятную. В общем, сдать экзамен очень и очень сложно. У меня есть знакомый, он тоже на этом проекте играл, но сейчас уже не играет. Он не может дойти до первого виража. Ну, вот, можете себе представить, насколько это сложно. Хотя он летает, мы с ним летали, мы с ним от полиции уходили. Было все интересно, но вот здесь он сдать не может. Да здесь многие не могут сдать на самом-то деле. И зачем поставили вот такую вот сложность, для меня загадка. Ну и время, конечно, для сдачи я выбрал тоже не самое хорошее. Видите, синее небо, да, и эти зеленые метки, в которые надо пролететь. Их не очень хорошо видно. И начинается это все нормально. Вот мы летим, летим. И вот сейчас, видите, эти вот метки начинают уходить резко вправо. Вот это первая причина, которой не все могут сдать. То есть вот такими вот виражами здесь надо закладывать. Ну, я, в принципе, неплохо летаю на вертолетах. Я их люблю, но и мне здесь не сдать было. Не знаю, если сейчас не исправим, мы сейчас к вулкану подлетим, и будет сразу же видно. Но пока мне это не нравится. Ну, зачем вот такая сложность? Зачем? Если вам кажется, что сейчас все просто так идет, да, нифига это не просто. Во-первых, вертолетик не самый простой. А во-вторых, тут вот эти вот виражи вот такие вот. И если вот так вот резко не начнешь закладывать, то ты в следующий-то не впишешься в эту метку. И вот она проблема. Я вижу, что ничего не исправили. Как было, так и есть. Вот начинается проблема. Сейчас, видите, наверху жерло вулкана. Вот нам надо туда. Как раз в это жерло вулкана нам и надо. Блин. Вертолет начинает сбавлять скорость, потому что мы поднимаемся. Время нещадно уходит. Еще и времени здесь вообще в обрез поставили. Вообще жесть. И вот сейчас надо будет пролететь, видите, метка практически утоплена. И нам надо вот эту верхушку метки зацепить. И дальше будет самое сложное. И скорость. Неумолимо падает скорость, блин. Неумолимо падает скорость. Нам уже надо подниматься. При подъеме скорость падает. Видите, метка уходит в текстурки вот этого вулкана. Ну ладно, с ней мы справляемся. И вот она, видите. Теперь надо резко вниз. Теперь надо резко вниз. Вот как здесь пролетать, я не знаю. Ну я просто снижаюсь. Я не знаю как вот здесь действительно. Как пикировать что ли вниз? Я хрен его знает. Ну я не понимаю. Я просто тупо снижаюсь. Ну а естественно я трачу время. Я не справлюсь. Я не знаю как вот здесь пролететь. Серьезно, я не знаю как здесь пролететь. Блин. Вот еще и не зацепил. Ну зараза. Ладно, сейчас. Ну все. Как бы я уже знаю, что я не сдал. Это уже понятно. По времени уже. Время неумолимо. Ну вот зачем делать такую сложность-то? Ну что это? Тут что? Асы что ли все должны играть? Ну для людей же делайте-то. Ну пускай летают. Вы и так урезали вертолеты. Вертолетов нет. Багажников. Ни хрена там. Емкость багажника 10 слотов. Ну что это такое? На них никто не будет фармить. Они стоят бешеных денег. Так еще и сдачу сделали вот такую. Видите, плохо видно саму метку. И вот теперь надо резко вниз. Ну все, я не сдал. Ну понятно, что сейчас еще раз попробуем. Вообще мне советовали, что надо идти сдавать в позднее время. Типа, ну вечером вот так скажем, в вечернее время, когда солнце садится. И вот эти вот метки, их хорошо видно. Потому что днем еще и в таком вот полутумане, их очень плохо видно. Ну давайте еще раз попробуем, что ли. Потому что, ну хочется, ну я всегда в своих видео рассказываю, да, что у меня в принципе одна из моих важнейших идей на этих проектах, да, это даже не дом, там не количество контейнеров, а вертолет. Я люблю летать на вертолетах. Мне нравится летать на вертолетах. И как бы это моя цель, купить какой-нибудь вертолетик. Мне и дом нафиг не нужен. Мне бы вот от точки А до точки Б пролететь, посмотреть на эти красоты. Ну и согласитесь, вертолеты в армии сделаны обалденно. Ну управление, физика полета, ну здорово, здорово. То есть, например, та же ГТА-шка даже рядом не стояла. Ну по управлению вертолетами. А в армии это здорово сделано. Вот опять этот вираж. Тимурка, если будешь смотреть, привет тебе, смотри, как я прохожу этот вираж. Понял, да, салага? Вот так вот надо. А Тимурка не может. Вот. Вот так вот проходим вот это вот и летим дальше. Плохо, плохо видно эти метки, конечно. Попробуем сейчас, если я вот это не завалю, сейчас попробуем в вечернее время. Ну ждать надо, видите, опять время. Опять надо время. Опа-на, зависли. Не очень хорошо, не очень хорошо. Вот эту метку вообще плохо видно. Вообще плохо. Она с небом сливается. Отвратительно, конечно. Ну и вот опять пошел сброс скорости. Я не знаю, может я что-то неправильно делаю. Если кто-то там, специалист смотрит это видео, скажите, что я делаю неправильно. Я не знаю, как мне ускориться вверх. Я зажимаю, естественно, подъем. Вертолет сбрасывает скорость, потому что, естественно, он уже набирает высоту. Он не может набирать высоту и разгоняться. Поэтому, видите, скорость неумолимо падает. А время течет, время течет. И что делать вот с этим вот джерлом вулкана? Ну, я, ну серьезно, я не понимаю, что с этим делать. Я теряю здесь огромное количество времени. Вот в этот момент резко пикировать вниз, ну и я не знаю, каким надо быть специалистом в управлении вертолетов, чтобы с этим справиться. Я делаю вот так. Ну и, судя по всему, я делаю что-то неправильно. Ну а спускается, естественно, он понижает скорость очень медленно. Поэтому, ну, я чувствую прямо, что я теряю здесь время. Теряю, теряю и еще раз теряю. Блин. Не знаю, вот было же на новости нормальная сдача. Нормальная сдача, никаких вот таких вот трюков не было. Когда на... Так, сейчас пролетели. Когда на Малдине ввели подобную хрень, а там еще было суровее, они сделали, там надо было под проводами пролетать какие-то, там трюки выполнять. Ай-яй-яй, вот нет, прошел, прошел. И вот сейчас, видимо, надо пикировать резко вниз. Ну, это для кого, вот серьезно, ребят? Ну, для кого это? Нет, я сейчас не справлюсь. Есть. Где следующий, где следующий? Вон он. Не, ну времени не хватает, мне не хватает и... Ну, все. Ух, а их там еще вон сколько. Не, ну, это не серьезно. Нет, это не серьезно. Естественно, я бы даже и не успел, все равно. Ну, два бы я, если бы даже еще захватил, все равно бы я бы не успел. Поэтому вот. Не, не знаю, вот, ну, для кого серьезно, ребят? Зачем вы так вот сделали сложность? Я думал, вас урок на Малдине научат. Там сделали вообще что-то. Там надо было боком пролетать, под проводами пролетать, там, в ангар садиться. Дыра такая была в крыше, в эту крышу надо было сесть. Ну, зачем? Зачем? Зачем вы ограничиваете? Ну, исходя из этого, ну, сделайте тогда и сдачу на машину такую, чтобы тоже было невозможно сдать. Пускай все сами пешком ходят тогда, что? Не знаю, зачем вы так сделали, серьезно. Ну, ведь было же на новости, все нормально по-человечески, все сдавали, ни у кого проблем не было. Сейчас все жалуются, что, ну, невозможно сдать. Ну, зато те, кто сдал, все кричат сюда, нет, все нормально. Ну, как сказать нормально-то, вот, не знаю. Вот такая вот система здесь. Ну, сейчас я попробую дождаться ночи, еще ночью сдать. Надо машину только поставить в гаражик, потому что что-то не нравится. Мне это ЗИЛ, блин, и вообще настроение упало после этой сдачи экзамена. Я надеялся, серьезно. Я еще шел сюда, я надеялся, что они исправили. Ну, зачем вот это? Ну, что вы тут? Я не понимаю, зачем, серьезно. Ну, сдаст человек, ну, будет летать на вертолете. Вам жалко вертолетов, что ли? Вы и так подняли на них цены, урезали им багажники. То есть, в общем-то, в вертолете одна теперь цель-то просто от точки А до точки Б долететь. Теперь на нем даже фармить нельзя, как на новости мы, например, на вертолетах фармили. Здесь теперь даже на вертолетах и фармить нельзя. Зачем вы такие экзамены сделали? То есть, Тимурка, когда кричал, что, ну, нахрен мне не сдать, он был прав. Я-то думал, вы исправите. А он нифига не исправил. В общем, вот такая вот здесь сдача экзаменов. Не знаю, не знаю, зачем урезать людям возможности покупать вертолеты. Бог его знает. Конечно же, администрации виднее. Но, на мой взгляд, это неправильный шаг. Абсолютно неправильный. Ну, ладно, опять вырезал этого тихохода, я догнал до гаража, поставил в гараж, вернулся. Сейчас уже, ну, уже даже не вечернее, уже темно стало, пока я бежал обратно от аэропорта. Что-то я немножко не подрассчитал. Не, ну, вот в такое время сдавать вообще жесть. Да, зато хорошо видны ведь и метки, по которым надо летать. Но зато я абсолютно не вижу вертолета, блин. Короче, то одно, то другое, блин. Видно хорошо метки, не видно вертолета. Блин, ну, кстати, вертолет-то сделайте поярче, но его же не видно, серьезно. Ну, я не знаю, куда мне лететь. Я не вижу, я не вижу вообще ничего. Жесть, надо было хоть и кран, что ли, сделать побольше. Ну, не побольше, в смысле, а посветлее. А-а-а, труба. Ну, я уже чувствую, я не сдам ее. Вот, видите, зато как хорошо виден этот вираж. Вот он так вот вправо уходит. Ну, и ладно, вираж это не самое сложное, на самом деле. С виражом еще можно потренироваться, хотя каждая тренировочка стоит 4000. Так что не особо там не тренируешься. Ну, ладно, вираж-то еще бог с ним. А вот что делается с жерлом? Все. Ну, все, вот, ну, вот, я допустил ту саму ошибку. Я говорил, что надо очень резко сразу же поворачивать, иначе ты не впишешься в следующую метку. Ну, вот, я и не вписался. Ну, вот такая, в общем, сдача экзаменов здесь. Серьезно, я не особо понимаю, зачем вот эти сложности сделаны. Вы хотите каким-то образом ограничить количество вертолетов или вам жалко, что ли, я не знаю. Серьезно. Вот, ну, мне не понять зачем. На новости все же работало, как часы. Были у людей вертолеты, были права, кто-то летал, кто-то нет. Зачем вы ограничили, я не знаю. Ну, как видите, я долетался. Все. На этом моя игра закончилась. Ну, и ладонько, все. Спасибо всем, кто посмотрел. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...